Черный барак, старый потолок и стены. Этот амбар для 200 голов дойного стада был построен еще в конце 80-х. Содержат в нем животных галштинской и ярославских пород. Буренки стоят на привязи, а чистные сооружения устарели. Но год назад за дело по модернизации производства взялся московский инвестор. Полтора года назад у хозяйства было 360 гектаров земли. Пришли к тому, что необходимо нам приобретать земли для сельхозугодий. И вопрос у нас решается. Сейчас уже частично решился. Мы приобрели где-то около тысячи уже еще. То есть это паи, которые мы выкупали у населения. И это невостребованные паи, которые мы благодаря администрации района приобрели, приобретаем. Вместе с землями фермеры приобрели и старые помещения. В одном из таких сейчас идет ремонт. Монтируется современная система, чтобы не держать коров на привязи. А также доильные аппараты и молокоподготовка. Здесь у нас уже установлено новое оборудование, сделан ремонт. Это вот танк уже для готового молока на 5 тонн. Здесь же готовится молоко для кормления телят. Добавляется закваска. Получается продукт, похожий на кефир. За год существования фермы коровы увеличили надои с 14 до 22 литров. Все благодаря новому балансу в питании. В рационе кукуруза, ячмень и травы. Увеличение надоев предприятие добивается за счет уникальной системы заготовки кормов. Сена шпакуется вот в такие рулоны и обтягивается специальной стрейч-пленкой. По такой технологии сена может храниться целый год на открытом воздухе. Всего здесь 4000 тонн. После ввода в эксплуатацию отремонтированных коровников в планах у фермеров увеличение поголовья скота до 1000 плюс шлейф. Для этого необходимы и новые оборудования. Субсидиями по кредитам помогло региональное правительство. Всего в Ярославской области действует 350 крестьянско-фермерских хозяйств. Объем финансирования программ по экономическому стимулированию 40 миллионов рублей. На основании послания президента федеральному собранию, исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Юрьевич дал поручение разработать две дорожные карты. Первая дорожная карта направлена на ввод неиспользованной сельскохозяйственной земли в оборот. И вторая дорожная карта это на развитие сельскохозяйственной кооперации. В связи с тем, что в своем послании президент озвучил, что 13 миллиардов рублей будет направлено на развитие сельхозпотребкооперации. Эти дорожные карты будут разработаны уже к концу года. Как отмечают в правительстве, их появление позволит дополнительно простимулировать крестьянско-фермерские хозяйства. Отмечу сейчас, в Ярославской области не используется более 400 тысяч гектаров земли. 50% из них готовы принять новых инвесторов. Светлана Доброхотова, Денис Лосев. День в событиях.